МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правильная осанка – залог здоровья и нормального развития ребёнка. Именно поэтому с малых лет родители напоминают своему чаду – держи спину ровно! Для профилактики заболеваний позвоночника нужно как минимум выполнять комплекс полезных упражнений. Я же мать, я лучше знаю. Сегодня в программе. Вместе с врачом-травматологом говорим о самых распространённых заболеваниях позвоночника. Происходит гипермобильность, приходит сдвиг позвонков друг относительно друга. Обустраиваем детское рабочее место. Место, на котором ребёнок сидит, находится на оптимальном расстоянии. Руки ребёнка находятся на столе в расслабленном положении. Учимся правильно выбирать стул для ребёнка. Бедро практически полностью лежит на сидении. Задняя опора идёт на вершину физиологического кифоза. Как же сформировать правильную осанку ребёнка? Об этом сегодня и поговорим с нашим экспертом, врачом-травматологом-ортопедом Владимиром Цукановым. Владимир, добрый день! Добрый день! Расскажите вообще для начала, что значит правильная осанка ребёнка? Какой она должна быть? Правильная осанка – это среднее положение позвоночника, которое обеспечивает оптимальное распределение нагрузок во время сидения, во время какой-то сидячей работы. То есть правильная осанка должна обеспечивать минимальное напряжение мышц для поддержания корпуса в правильном положении. С какого возраста начинает формироваться осанка у ребёнка? До тех пор, пока мы не можем сказать ребёнку «держи спинку правильно», опираясь, так сказать, только там верхним отделом спины и так далее, до этого момента оптимизация посадки идёт за счёт подбора правильной мебели. Интуитивный ребёнок выбирает положение, которое ему удобно, и таким образом спина нагружается минимально, и вероятность того, что будет какой-то там мышечный дисбаланс и так далее уменьшается. А по каким факторам можно понять, что у ребёнка начались какие-то проблемы с позвоночником? Если ребёнок жалуется на то, что спинка устает, на то, что после каких-то, так сказать, нагрузок, так сказать, появляются боли, это первый сигнал о том, что есть какая-то проблема, которой надо конкретно заниматься. Вы очень хорошо на меня влияете. Я сижу, весь всю программу вот так. Это здорово. А какие вообще самые распространённые болезни спины у детей? Самая распространённая болезнь, так называемый юношеский остеохондроз, которая проявляется... Они даже у маленьких детей бывают такие? Ну, с 4-х, с 5-ти лет. Ну, дело в том, что мы говорим ведь как, да, так сказать, есть рентгологические признаки, да, то, что мы видим при специальных исследованиях, да, так сказать, на снимках мы видим кленовидную деформацию позвонков, мы видим визуальный кифоз и так далее, и так далее. И есть заболевание, которое, так сказать, описано, и огромное количество всяких средств направлено на лечение его. Это вот юношеский остеохондроз позвоночника, который плавно перетекает уже во взрослый остеохондроз. Владимир, а может быть, вы прямо здесь продемонстрируете, как выглядит наш позвоночник и более наглядно покажете? Ну, попробую. Значит, приблизительно так вот на виде сбоку выглядят позвонки. Вот здесь вот находится межпозвонковый диск, который обладает определенными амортизационными функциями, да, и вот то, что мы называем остеохондроз, это уменьшение эластичности, уменьшение амортизирующей функции межпозвонковый диск. Как только здесь происходит разбалтывание, снижение амортизационной возможности движения позвонков друг относительно друга увеличивается. После того, как мышечный корсет устает, и вторая система фиксации мышечная затяжка снижается, происходит гипермобильность, приходит сдвиг позвонков друг относительно друга, и где-то в этой области повреждаются корешок. А существует какая-то профилактика? Профилактика? Может, это же мнение? Профилактика существует. Профилактика заключается в оптимизации рабочего места таким образом, чтобы во время нагрузок на позвоночник в сидячем положении эти нагрузки были минимальные. Надо просто для себя понимать, да, что чем больше ребёнок находится в сидячем положении, тем больше надо уделять внимания закачке вот этого корсета. То есть либо просто активный образ жизни, либо занятие спортом. А дальше будет ещё интереснее. Не переключайтесь. Владимир, расскажите, как правильно сделать рабочее место? Мы уже вначале с вами начали разговаривать и затронули эту тему. Какие, может быть, советы и рекомендации вы можете дать? Как мы уже говорили, оптимальный подбор стула, стола по высоте, по опороспособности и возможности регулировки в процессе роста ребёнка – это один из компонентов, один из залогов оптимизации процесса нагрузки в положении сидя. Поэтому мебель, которая подбирается для ребёнка, должна иметь максимальное количество возможных регулировок. А какие вот существуют нормы? Допустим, как правильно выбрать стул? Стул подбирается по росту. Средняя высота стола порядка 75-80 сантиметров. Когда ребёнок уже начинает садиться за стол и что-то выполнять за столом, высоты роста ребёнка не хватает для того, чтобы с одной стороны оптимизировать положение лица и рук над столом, и при этом так же сделать, чтобы его ноги находились в этот момент на опоре. Просто длины голени не хватает. Поэтому предложенная конструкция имеет достаточно большое количество регулировок, которые оптимизируют положение ребёнка за столом. То есть, с одной стороны, место, на котором ребёнок сидит, находится на оптимальном расстоянии. Руки ребёнка находятся на столе в расслабленном положении. Расстояние от глаз до кончиков рук тоже, так сказать, оптимальное, да, для того, чтобы не уставали спина и руки, но при этом, да, чтобы не уставали глаза, чтобы не надо было сгибать вперёд шею, не надо было нагибаться. То есть, это тоже оптимизация положения осанки. Сегодня на рынке детских товаров особой популярностью у родителей пользуется детский растущий стул «Конёк-Горбунёк». Расскажите на примере этого стула о его преимуществах. В первую очередь, стул имеет большое количество регулировок. Можно регулировать положение сидения, можно регулировать положение подножки. Ну и второй очень важный момент – дети не всегда правильно выполняют посадку, поэтому то, что конструкция стула очень прочная, большая площадь опоры… Можно сразу даже позвать детей. Детишки, следитесь на наши стульчики. Она снижает риски того, что ребёнок может упасть, уронить стул и так далее. Ну да, я смотрю, здесь есть и подножка, что самое важное. Да, да, да. Может быть, вы как раз-таки покажете на примере вот на детках, как у нас надо, что это всё регулировать? Ну вот у нас двое детей, да, разного роста, разного роста, да. За счёт регулировки стула мы видим, да, что ребёнок опирается через двигатель назад. Бедро практически полностью лежит на сидении. Задняя опора идёт на вершину физиологического кифоза, на нижний край лопаток, да. Ноги находятся в расслабленном положении, да, то есть за счёт опоры на сидушку. Сосуды в подколенной зоне не пережимаются. Здесь у нас всё свободно. Таким образом, при нагрузке усталость ребёнка будет минимальна, да. Если мы подвинем его к столу, ребёнок положит руку на опорную поверхность стола. Сгибание в локтевом суставе где-то 130-140 градусов – это тоже расслабленное положение, когда мышцы задней и передней группы находятся в состоянии баланса, и руки в таком положении устают минимально. Также очень важно расстояние от глаз ребёнка до рабочей поверхности, потому что если оно будет больше, да, ребёнку придётся нагибаться вперёд, сгибать грудной отдел позвоночника, напрягать шейный отдел позвоночника, и таким образом усталость будет происходить раньше, чем это может произойти при правильной посадке. А у Дорианы рост больше. Что вы можете сказать вот об этой посадке? Ну, ещё раз говорю, за счёт вот возможности регулировки стула у неё, несмотря на то, что она повыше, также всё находится достаточно оптимально. Тебе удобно так сидеть? Ножком удобно? Вот я смотрю, нашему Максиму настолько удобно, что он даже уже сел и начал рисовать. А вот интересно, а если я сяду на стол, можно я тебя прошу? Да. Будет ли мне удобно, взрослый ребёнок? Ой. Ну, ну да. А почему? Потому что... Потому что у вас длина голени значительно больше, и вот ваше положение, ну, вот такое. А как-то можно скорректировать этот стул, да, под мой рост? Конечно, можно. Можно убрать нижнюю опору, и даже человек, так сказать, со среднестатистическим ростом тоже будет сидеть достаточно удобно. То есть это стул на все времена. Владимир, подскажите, а сейчас у нас детки сидят за взрослым столом. А как можно отрегулировать этот стул, чтобы сидеть, к примеру, за детским, за маленьким столиком? Дарьяна, встанешь, пожалуйста? Ну, прям даже покажете. Отлично. Ну, мы переставили на 7 сантиметров вниз. Ага. Видите, да, всё по высоте соответствует. И мы можем подвинуть к этому столу, мы можем ещё опустить с учётом того, что может быть стол пониже. Заметили, да, как очень просто вот так вот. Даже я могу это сделать. Ну, конструкция продумана, да. Выполнена из хороших натуральных материалов. Конструкция покрашена водорастворимыми красками без применения растворителей и тяжёлых химических всяких структур. Устойчивость очень высокая за счёт большой опоры на пол. Поэтому для ребёнка конструкция... И по дизайну он очень-очень стильный. И он полностью безопасен. А я хочу сказать, Владимир, спасибо вам большое. И я напоминаю, что сегодня с нами был врач-травматолог и ортопед Владимир Цуканов. Всем пока-пока. Пока-пока! Растущий стул конёк-горбунёк поможет сформировать в вашего ребёнку осанку чемпиона. Он имеет ортопедическую спинку, которая повторяет анатомические изгиб позвоночника. Регулируемые сидения и подножка позволяют настроить стул для детей любой комплекции и роста. Дориан, иди сюда. Садись на стульчик. Тебе удобно? Да. Надёжность конструкции гарантирована использованием фурнитуры и крепежа европейских производителей. Растущий стул конёк-горбунёк заботится о правильной осанке ваших детей с малых лет. Книга – это не только источник знаний, но и незаменимый предмет для выправки осанки, если держать её на голове. Таким методом, кстати, активно пользовались в учебных заведениях для дворянских детей. И всё-таки будет безопаснее, если для коррекции позвоночника вы воспользуетесь ортопедическими изделиями. Я ж мать, я лучше знаю. С вами была Елена Сажина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok